М1 Глобал М2 Глобал Первым ряде я хотела бы поблагодарить М1 Глобал что мне пришлось бы победить первый запас о титул тяжкой ваге Наборство – это некоторое увлечение, которое перешло в профессиональную работу и сейчас я не представляю свою жизнь без спорта, без тренировок, без выступлений на турнирах В целом спорт присутствовал в моей жизни с начальной классом школы поэтому я привык тренироваться, привык в соревнованиях для меня это так и осталось частью жизни, которая переросла в работу Бой с Денисом Смолдарем прошел для меня в целом, я считаю, удачным в принципе я от него тех вещей, которые он делал, ожидал ожидал того, что он будет со мной стараться бороться Мой соперник от TLA был чемпионом в организации «БеллатР» 93 кг я также в этой организации был чемпионом на тяжелом весе сейчас он переходит на категорию выше в принципе я считаю его серьезным соперником потому что в этой категории 93 кг в «БеллатР» была очень хорошая конкуренция подношусь к нему со всем уважением но надеюсь, что будете мне его выиграть что-то выиграть Мой супер уже познам, потому что он был шампион в организации, где я в Америке, так что я познам. Он высокий супер, тяжелая веса, выше от меня 20 км, 10 км тяжелее, но для меня это такая задача. Я готова к этому матчу и идем туда. Мой тренинговый кэмп, я обычно тренировал на Словенске, в Нитре, в Тринале и в Братиславе, а во Франкфурте, в ММА спирите, это самый лучший пим в Европе, так что я взялся все до этой подготовки и просто нужно идти. Хотила, желаю поскорее тебе вернуться домой, без пояса. Александр, я на тебя приправен, идем на то. Спортсмен в Синьгурейже из Словакии представляет клуб ММА Спирит Германия. Приветствуйте, хотела вы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова а а а а и а а а а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Александр Готов, Россия! На сцене выдающийся российский музыкант, один из самых популярных джазовых трубачей мира, Вадим Эйленкрик! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 And now welcome your opponent in the red corner. This fighter is 27 years old. He weighed in at 108 kilograms. He stands 200 centimeters tall and has a record of 24 wins with six losses. He is Moscow champion in karate. He is Moscow champion in karate. M1 selection 2009 silver medalist. Two-time Bellator heavyweight Grand Prix winner. And he is the current M1 challenge heavyweight champion from Moscow, Aleksandr Volkov. Alexander Volkov! And he is the first champion from Moscow. And he is the first champion from Moscow. Red corner, blue corner, center of the right. You both know the rules. Listen to my command. Protect yourself all time. Make it a good match. Championship out, five rounds, five minutes. Come back to your corner. Your referee, Marco Broussin. Okay, please take that away. Please take that away. Thank you. Judge. 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 Time ready. Captain ready. Champion ready. Fight! Here we go, ladies and gentlemen, our co-main event of the evening for the heavyweight title. Attila Vague in the blue corner. Aleksandr Volkov, the champion, in the red corner. I'd be very shocked if this goes five rounds, Karim. Certainly. Vague can bang. He's a big striker. And the long reach of Volkov will hopefully keep him away from that power. Oh, you can see the size difference. Especially looking up at the Rage here. With them being so close to us, you can really see the size difference. There's about... Oh! I'm not sure if he got tagged or he tripped. But he was moving backwards when he did get hit. It's very difficult to tell, but he definitely tagged him. Oh! He trapped him with a left hook. That wobbled him. He didn't like that. Fireworks to start. Volkov felt the power. Fireworks to start here, Ian, so far. Vague has to get inside that long reach. He's struggling a little bit. He's still catching his man. Don't get me wrong. He's still tagging him. But he has to get inside that big long reach of Volkov. Well, Atilla Vague has been changing it up in training camp lately. He's joined MMA Spirit in Germany for a partial part of his training camp along with his work in Slovakia. And it's very interesting that he really wanted to work on his ground game for this fight as well, assuming that Volkov was going to want to take this fight to the ground. So far, we have not seen anything of the sort. But it's still very early in this five-round fight. Well, Vague got the clinch there. He got him up against the ropes, but there was no attempt of a takedown. I know Vague's moved up from light heavyweight up to heavyweight. It's about an eight-kilo difference between... Oh, that's another left hook over the top. Both guys are hitting the mark, but I think the power is definitely coming from Atilla Vague. Nice knee there from Volkov. Well, Volkov is two meters tall, and Atilla Vague doesn't even make the 6'2 mark, and it's very significant the size and reach advantages that Volkov has. What I am shocked... Well, not shocked, but there's no left straights coming from Atilla Vague. The left straight is a great counter to a right-handed fighter, yet he's throwing the right overhand, the right hook. I'd like to see more jabs from Volkov. Seriously, would someone with that much of an advantage be able to keep his opponent on the outside the entire time? There's the knees. The advantage of the taller guy is the knees. Oh, he's getting tied. Oh, he's down. He gets rocked. The power is out. He is out. Alexander Volkov has just knocked out Atilla Vague. Wow. First round finish, ladies and gentlemen. He was worried about the submission game, but it was a knockout in the first round that finished this fight. Well, that just goes to show three first round finishes in a row. in the first round finishers in a row. The champion has power. Wow. That must have been one of the best performances in Alexander Volkov's entire career. And just want to come up against the two right-wing like Atilla Vague. And my team, global, fighting, 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 fighting. Well, it's been fireworks, ladies and gentlemen. That's three first round finishes in a row. I hope you're all as entertained as we are here in St. Petersburg. Arguably one of Alexander Volkov's best fights of his career so far. Very impressive performance. Showed that he has power in his fist and that Atilla Vague should really not be moving up from light heavyweight to challenge. A big, big heavyweight in Volkov. Volkov cemented his status as M1's heavyweight champion. Arguably one of the best showings of the heavyweight division in recent memory. Oh, ladies and gentlemen, after two minutes, 38 seconds of the first round, we have a winner by the way of knockout and still your airport challenge heavyweight champion, Alexander Volkov! Alexander Volkov! Russia! 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 Alexander Volkov! Alexander Volkov! Alexander Volkov! Alexander Volkov! Andrei Smirnov! Andrei Smirnov! VRAGY Champion M1 Challenge в тяжелом весе! Alexander Volkov! Alexander Volkov! Alexander Volkov! Alexander Volkov! He бросил все дела здесь с тобой сегодня. Все сегодня за тебя! Спасибо всем за поддержку. Очень люблю выступать в Санкт-Петербурге. Тут у меня пока одни победы. Вот. И я был с тобой уверен. Спасибо моей команде, которая меня поддержала. Спасибо всем! Это наша общая победа. Не только моя победа, всей моей команды и вас, кто-то за меня болеет. Сейчас Германия. Спасибо, Саш. Ну и, конечно, не могу поинтересоваться. Впереди заключительный поединок нашего сегодняшнего вечера. Единобор здесь, в Санкт-Петербурге. Шлеменко, Василевский, твой прогноз. За кого болеть будешь ты? Однозначно, выиграет самый сильный. Я не знаю, не могу сказать, кто выиграет. Саня или Вячеслав. Я думал, что это будет очень яркий бой. Будем смотреть и получать удовольствие. Тогда переодевайся и занимай самое почетное место. Александр Волков! Малоретий Субтитры сделал DimaTorzok